Друзья, всем привет! С вами Виктория. В этом видео я хочу вам рассказать, как сварить компот на зиму. У меня сегодня сливовый компот, но по такому же принципу можно сварить компот с любыми фруктами или ягодами. Я буду консервировать сливы и с косточками, и без косточек. И в конце мы с вами посмотрим разницу. Итак, сначала ставим кипятиться в кастрюле воду и подготавливаем баночки. Банки хорошо моем, споласкиваем и стерилизуем. Я стерилизую обычным способом в течение 5 минут на паровой бане. Также это можно сделать в духовке или в микроволновой печи. Делайте любым удобным для вас способом. И подготавливаем сливы. Сливы нужно хорошо промыть и обсушить. Простерилизованные банки выкладываем на полотенце и начинаем их заполнять сливами. Банки я заполняю сливами с косточками, целыми сливами. А бутылки для бутылок я разрезаю сливы напополам, убираю косточку и разрезаю еще на несколько частей, чтобы было удобно закладывать в бутылки. Такие бутылки, которые я сохраняю после сока, очень удобно использовать для того, чтобы приготовить в них различные напитки. Или, например, вот такой компот. Кстати, если вы не хотите делать компот на зиму, а просто сразу попить, то банки стерилизовать не нужно. Заполняем банки примерно на одну вторую или на одну третью часть фруктами. Также это могут быть совсем другие фрукты, яблоки, абрикосы, персики или ассорти. Вода у меня закипела и я начинаю аккуратно заполнять банки кипятком. Также заполняем бутылки, плотно накрываем крышками и даем настояться в течение 20 минут. По истечении данного времени, посмотрите, какая красивая заготовка компота уже получилась. Открываем крышки, сверху одеваем удобную крышку с дырочкой и сливаем образовавшийся настой снова в кастрюлю. То же самое проделываем с бутылками. И теперь приготовим сироп. В сироп я также добавляю 2 столовые ложки сока лимона. Сок лимона можно заменить небольшим количеством, примерно пол чайной ложечки лимонной кислоты. Добавляем сахар. Сахар добавляется с расчетом полстакана сахара на 1 литр воды. У меня 3,5 литра настоя, поэтому я добавляю почти 2 стакана сахара. Хорошо перемешиваем и ставим на огонь. Проводим до закипания. Можно сразу отключить, но я советую прокипятить буквально 2-3 минуты, регулярно помешивая. И образовавшимся сиропом снова заливаем наши банки и бутылки. Делайте это аккуратно, чтобы не обжечься. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. И подписывайтесь на мой канал. Банки плотно закрываем крышками. Укутываем теплым полотенцем. Можно перевернуть, чтобы удостовериться, что ничего не протекает. И оставляем полностью остыть. Прошло 2 дня и я вам показываю вот такой чудесный компот у нас получился. Получается он очень-очень вкусный. Получается довольно сладко. Если вы любите чуть менее сладко, то компот можно просто разбавить кипяченой водой. Либо добавить немного меньше сахара. Обратите внимание также, что компот с косточками и без косточек получается такого же насыщенного цвета. И также он получается очень вкусный и прекрасно хранится. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши комментарии. И до новых встреч с новыми рецептами. Пока-пока.